Бессмертное существо, дочь Элронда, жена Арагорна, королева Гондора, Ильфийка Арвен, прожила довольно долгую и полную приключений жизни ещё до того, как Фродо и его друзья столкнулись с ней во время событий Братства Кольца. В этом ролике объясняется полная предыстория Арвен. Родословная часто является ключевой составляющей того, что определяет жизненный путь человека, и для Арвен это очень актуально. С момента рождения героини, её происхождение, как в недавнем, так и в далеком прошлом, приводит к тому, что внимание всего Средиземья оказывается приковано к ней. Начнем сначала со знакомых персонажей. Отец Арвен – Элронд Являясь лидером Ривенделла, почетным воином и известным советником, отец Арвен практически всегда действует в центре политических интриг и войн на континенте, а его дочь часто находится рядом с ним в Ривенделле, наблюдая за происходящим. А еще есть бабушка Арвен по материнской линии Галадриэль. Владычица Лориэна – почти ровесница Зари Ильфийского народа, и она была свидетельницей всей долгой драматической истории Средиземья. Она обладает невероятной силой, владеет одним из Эльфийских колец и входит в число главных врагов Саурона. И пускай Элронда и Галадриэль в качестве членов её семьи уже достаточно, чтобы сделать Арвен довольно важной Эльфийкой, наследственность на этом не заканчивается. В семейной истории Арвен много известных людей, особенно со стороны её отца. Отец Элронда – Эарендел Морехот, полуэльф-получеловек, герой, спасший представителей сил добра от гибели в конце первой эпохи Средиземья. Вдобавок ко всему, мать Элронда – Эльвинг, внучка человека Берена и полуэльфийки-полубогиня Лютиен – могущественной пары одного из самых известных эпосов Толкина о Первой эпохе. И дело в том, что мы затрагиваем здесь только самых известных родственников Арвен. Есть и другие предки, которые сыграли решающие роли в других произведениях Толкина, особенно в Сильмариллионе. Достаточно сказать, что Арвен является аналогом ребенка от брака рок-звезды и голливудской знаменитости в реалиях Средиземья. Для тех из вас, кто не заметил, в ее роду есть люди, эльфы и божественные Майер, что дает ей и ее ближайшим родственникам уникальную связь со всеми тремя расами. Согласно приложению к Возвращению Короля, Арвен родилась в 241 году Третьей Эпохи. Таким образом, к тому времени, когда Единое Кольцо будет уничтожено, ее возраст составит примерно 2778 лет, что не особо много для эльфов. Для сравнения, Галадриэль более 8000 лет. Тем не менее, это создает значительный возрастной разрыв по сравнению с ее 80-летним будущим мужем. Когда родилась Арвен, мир был относительно мирным за несколько сотен лет до эпичной войны Последнего Союза. Это событие было показано во вступительной части Братства Кольца, где люди, эльфы и гномы объединились, чтобы противостоять первой попытке Саурона завоевать Континент. Когда пыль осела, Темный Властелин оказался побежден, кольцо было срезано с его пальца, и в Средиземье установился долгий период относительного мира и процветания. Главное, на что следует обратить внимание в течение этих первых веков жизни Арвен, это тот факт, что по мере того, как сила людей в Средиземье растет, эльфы и гномы постепенно начинают кануть в лету. Это не значит, что они исчезают полностью. Такие места, как Лотлориан, Ривенделл и Кхазаддум по-прежнему сильны и влиятельны. Тем не менее, в этот момент они перестают развиваться и начинают терять политическую и военную мощь, которые когда-то обладали. Её народ медленно угасал, но первые несколько тысяч лет жизни Арвен – это годы мирного существования. Она проводит много времени, перемещаясь между Ривенделлом и Лотлорианом, со своими бабушкой и дедушкой. В Возвращении короля она даже случайно упоминает, что какое-то время жила в Лотлориане. И пускай нет большого количества подробностей о ранней жизни Арвен, большая часть времени на протяжении 3000 лет, похоже, была проведена в одном из двух эльфийских убежищ или путешествиях между ними. Помимо знаменитых отца и бабушки, у Арвен также есть два старших брата-близнеца – Элладан и Элрохир, а также мать по имени Келебриан. Однако со временем она всё реже видится с ними, в первую очередь из-за трагического события, которое происходит с её матерью. Примерно за 500 лет до Войны Кольца в семье происходит трагедия, когда Келебриан попадает в плен к оркам в Могилистых горах. В конце концов, её нашли и спасли сыновья, но к тому времени она подверглась пыткам и отравлению. Опустошенному Элронду удается спасти её жизнь, демонстрируя мастерство, которое он позже использует, чтобы спасти Фродо от смертельной раны Маргульского клинка. Однако Келебриан было настолько тяжело пережить произошедшее с ней, что она так и не смогла полностью восстановиться и, в конце концов, решила покинуть Средиземье, чтобы искать мира и исцеления в Благословенном Королевстве, том же месте, куда уплывет Фродо в конце Возвращения Короля. После этого случая братья Арвен становятся особенно жестокими по отношению к оркам и проводят большую часть времени охотясь на своих врагов, часто объединяясь с Дунедайн. В конце концов, это занятие приводит к тому, что братья становятся свидетелями смерти отца Арагорна от рук орков, что формирует черты будущего вождя у его маленького сына. И это – хороший повод, чтобы наконец представить любимого человека Арвен. Вскоре после возвращения Арвен из поездки в Ривенделл, во время прогулки она встречает молодого человека. И это – не просто человек. – Это не просто рейнджер. Он Арагорн, сын Арагорна. На тот момент он был двадцатилетним юношей, который был на седьмом небе от счастья из-за того, что только что узнал о своей роли в качестве вождя Дунедайн и наследника престола Гондора. Когда они встретились, это была любовь с первого взгляда, по крайней мере, для Арагорна. Арвен скорее забавляла его безмерное восхищение её красотой. Тем не менее, Арагорн решает последовать за эльфийской девушкой, что быстро приводит к вежливому, но суровому противостоянию с Элрондом. Страж Знаний с грустью пророчествует молодому следопыту, что Арвен выйдет за него замуж только в том случае, если он станет королем, и что в любом случае, либо он, либо Арагорн в конечном итоге будут убиты горем из-за конечного результата. Зарождающиеся отношения между Арвен и Арагорном поднимают интересный вопрос – родственники ли они? Короткий ответ – да. В Возвращении короля, когда мы узнаем, как они встретились, и Арагорн объясняет, кто он такой, Арвен сразу же отвечает – давным-давно у нас были общие предки. Однако, пускай их родословные и связаны между собой, это определенно очень и очень отдаленная связь. Брат Элронда – человек по имени Элрос. Благодаря уникальной семейной истории братьям и их потомкам разрешено выбирать между бессмертием или смертной жизнью. В то время как Элронд выбирает бессмертие, его брат останавливает свой выбор на смертности, и в конечном итоге возглавляет государство людей под названием Нуменор. Со временем оно становится одним из главных врагов Саурона, и в конечном итоге именно Нуменорцы основали два королевства – Арнор и Гондор. Когда Арнор терпит поражение, его королевская династия тайно выживает благодаря следопытам и их вождям, последним из которых является Арагорн. Другими словами, между Арван и Арагорном пролегли десятки поколений, что технически делает их родственниками, но чрезвычайно отдаленными. Учитывая тот факт, что Толкин жил в мире, где английская королевская семья постоянно заключала браки между двоюродными братьями и сестрами, отдаленная родственная связь между Арагорном и Арван вряд ли могла вызвать серьезную озабоченность. Со временем Арагорн доказывает, что достоин Арван. Когда он обнаруживает, что в настоящее время у него нет шанса быть вместе с дочерью Элронда, следопыт покидает Ривенделл и отправляется странствовать по миру, чтобы проложить в нем свой собственный путь. В последующие десятилетия изгнанный король снова и снова проявляет себя. Он путешествует по Диким Землям, участвует в битвах в Рохане и Гондоре, заводит дружбу с Гендальфом и даже совершает одиночное путешествие в загадочные восточные и южные регионы Континента. За это время сын Арагорна из неопытного юноши превратился в закаленного в боях воина. Он приобрел мудрость и опыт. – Когда мы не знаем, что Арагорна… В следующий раз, когда Арагорн встречает Арван, ему уже около 50 лет. На этот раз они встречаются в Лотлориане, и именно Арван удивляется, увидев Арагорна, идущего к ней сквозь деревья. Они проводят вместе несколько месяцев, и Арван влюбляется в уже повзрослевшего изгнанного короля. К тому времени, когда им вновь приходится расстаться, они обязались пожениться, и Элронд выражает своё печальное одобрение, пускай и поясняет, что его дочь выйдет замуж только за короля Арнора и Гондора. После того, как она официально была обручена с Арагорном, Арван проводит большую часть следующих нескольких десятилетий в Ривенделе, в то время как ход событий приближается к Войне Кольца. После начала войны её роль меняется в зависимости от того, читаете ли вы книги или смотрите фильмы. На протяжении всей серии книг Арван остается более или менее в стороне от основных событий, однако то, что она вне поля зрения читателя, не означает, что она пропадает полностью. Несколько раз описывается, как Арагорн думает о ней. Например, когда Братство прибывает в Лот-Лориан, Фродо видит следопыта, окутанного воспоминаниями в том же месте, где они с Арвана обручились. В дополнение к воспоминаниям, Арван встречается с Арагорном, когда он прибывает с хоббитами в Ривендел. Она сообщает истинную роль Арагорна в битве на Пеленорских полях и объявляет о его возвращении в качестве короля. В трилогии Питера Джексона роль Арван была значительно расширена. Эльфийка помогает Фродо сбежать от черных всадников, оживляет почти утонувшего Арагорна через видение, и неоднократно было показано, как она противится желанию своего отца, который хочет, чтобы она покинула Средиземье, а не стала смертной. Однако даже в этой расширенной роли участие Арван в сюжете сильно уменьшено по сравнению с оригинальными сценариями. В интервью IGN сама Лив Тайлер пояснила, что персонаж должен был принимать более активное участие в истории. В более ранней версии сценария она должна была возглавить отряд эльфов, сражающийся в Хельмовой паде в двух башнях. Однако во время съемок фильма создатели поняли, что участие Арван в жестокой битве будет противоречить природе персонажа. Сама Тайлер отмечает, что «Не обязательно вкладывать меч в руку женщины, чтобы она казалась сильной. Иначе это будет лишь отблеск того, кем является Арван. Её чистая воля, сила и любовь к человеку были достаточно сильными» Тем не менее, неважно, была героиня показана в бою или нет, нет сомнений в том, что Арван уделено больше внимания в экранизациях, нежели в оригинальной истории Властерина колец. И письменная, и кинематографическая версии Арван приходят к одному финалу, когда она выходит замуж за Арагорна. Во всех аналог Средиземья это третий раз, когда эльф и человек вступают в брак, причем оба предыдущих союза также имели место в их общем генеалогическом древе. Их свадьба – кульминация истории двух влюбленных. Конечно, брак Арван также означает, что она официально станет королевой воссоединившихся королевств Гондора и Арнора. Практически в мгновение ока это делает её самой могущественной женщиной во всем Средиземье. В роли королевы она помогает Арагорну править королевством в течение 120 лет. В это время она делает дочь Сэма, Эленор, фрейлиной в Минас-Тирите. Также у неё есть по крайней мере две дочери, имена которых не были названы, и сын по имени Эльдарион, который в конечном итоге наследует престол своего отца. Один из самых сложных и запутанных моментов в жизни Арвен – это её смертность, или, точнее, бессмертие, которое заменяется смертностью. Арвен разрешено выбирать между бессмертием и смертностью, поскольку её предками были и эльфы, и люди. – Жизнь старого арвента, которая умерла тебя. – Это был мой выбор. Однако Толкин никогда не разъясняет конкретные правила этого выбора. Похоже, что если кто-то решает стать смертным, то этот выбор не распространяется на его детей. Независимо от деталей, Арвен жила как бессмертная эльфийка, пока не отказалась от своего бессмертия, чтобы выйти замуж за Арагорна. – Я выберу мертвую жизнь. Это позволяет ей предоставить Фродо место на корабле, направляющемся на запад в Благословенное Королевство, но в то же время сталкивает её с болезненно трудным расставанием. Когда Арвен обсуждает свой выбор стать смертной в Возвращении короля, она объясняет, что выбрала и сладость, и горечь. И через 120 лет после её свадьбы с Арагорном горькая часть вступает в свои права. После того, как он умирает и Эльдарион становится королем, в книге говорится, что в своем горе Арвен прощается со своими детьми и любимыми, а затем покидает Минас-Тиррит, возвращаясь в свой прошлый дом Лотлориен. Однако к этому времени Галадриэль и её эльфы ушли, и в Златолесье не осталось никого из её народа. Она бродит там всю следующую зиму, а затем ложится отдохнуть в том же месте, где обручилась с Арагорном много лет назад. Там, испытав горечь, в самом конце своей земной жизни она тихо умирает посреди зелени и цветов, которые останутся прежними, пока не изменится сам мир. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых персонажей фэнтези, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok